Санчелло, я вот тут узнал, что у вас тут в свое время, как-то это я не знаю в каком точно году, было какое-то кафе фестивальное или бар фестивальный. Ну да. Что это такое вообще было? Ну бар, там молодежь собиралась вечером. В смысле рокеры какие-то там? Ну и рокеры и не рокеры, но в основном там был час, как бы там, вернее отведенное время. Это в каком году было? В каком? В девяностых. В девяностых, да? Да. Ну а что там, слушали? Музычку правильно? Ну да, там на кассетах, на видео, там же редаки, ставили кассеты там, ну там все, Элис Купер, там, Риан Мэйден, ну все вот эти вот, Heavy Metal. А в чем вот раньше, вот вы в свое время, в чем вы, блядь, в каких прикидах ходили? Я ходил, у меня была монгольская кожаная куртка, битая вся, что-то не белая. Ага. Джинсы на меня были, Levi's, кроссовки тренинг. Угу. Болгарский тренинг, да? Да. Понял. Еще я выстригал ирокез. А ты был с арокезом? Да. Ну не вот с таким, как у Эти. Ну-ну-ну-ну. Ну здесь тоже был волос, короче. Мочалка, как у Янбария. Не, у Янбария была мочалка, а это именно ирокез. Ага, понял. Не, а это вот фильм про стопу, там что-то и экспортил. Да, да, да. Ну я так и понял. Да. Короче, блин, вы прикидывались там по последней моде, блядь. У фарцовщиков выкупали там леваки, блядь, косушки, блядь, казаки. Ну-ка это уже позже пошло. А кому-то там это каблуки спилил, блядь. Грузинский? Грузинский казак. Вот на таких каблуках. Грузинский казак. Да. Я говорю, Рэмби, давай я тебе сделаю манталь. Ну не манталь, а сапогу сделаю. Что ты сделал? Я взял прям на это, на плитке накалил нож, отрезал ему каблук, там он столько осталось. Главное, что он внутри был полый. Ага, пустой внутри. Я туда забил деревяшку и прибил эту набойку, которая была на ней. Ну да. Рэмби, она сыта поднялись после этого. И он на пяточках ходил. Как Иван Царевич. Да, да, да. Иван Царевич такой. А как ты вообще познакомился с Рэмбой? Ну я шел, а где же я был? Ну шел домой, вот в ту сторону. И мне такой крик, эй, панк, иди сюда. Я поднимаю голову. Кушнерчук, я его знал там. Кухня. Кухня. Виталий Кушнерчук по-кличке Кухня. Да-да, Рэмбо его вообще не звали, его звали Кухня. Нет, там такой Рэмбо, не было еще Рэмбо. Был Кухня. Кухня, ага. Лисья шапка такая у него была. Пиджак катоновый, штаны катоновые, туфли какие-то. Все завидовали ему. Бля, как мать вдевается. О, стильно, на стиле. Да. Ну еще, поорал тебе кухня и что? Ну я пришел к нему, ему стали слушать мановары. Сразу. Он тебе включил модный мановар. Там силачи. А так я вот так Кент Даймон дослушал тогда. Дело было потом такая безрукавка, сзади Даймонд. Делал ему это. А мне вот Грач рассказывал, что Рэмбо, когда наслушался Кинга Даймонда, вот этих вот там Fatal Portrait, там обидел, прочие там. Килловой. И, короче, у него там, король, ударился он в сатанинскую веру, короче. Ты мне Грач рассказывал. И у него и совершал какие-то обряды, там, над кошками, там, блядь. Ну над кошками, не знаю, но свиную кровь он пил. Нахуя? Что приезжать, как поросенок? Он думал, что от этого появится энергия и все будет. А свинячьей крови? А где что он и брал-то? Да мать, привезла с деревни свинью и на балконе ее. Заяда самая заморозила. А он присосется к ней, как вампир. Он кружку или в стакан там сливал. А, я думал, как вампир. А вот, чем я причащаюсь. О, блядь, какой злодей, ты смотри. Да. Ну и Грач говорит, тоже там, кошку выловит такой, блядь, сразу и разделает, там, типа, жертву сатане. Не, вот такого я не знаю. Я не знаю, может, Грач, конечно, брешет. Мне кажется. Мне кажется, что Рэмбо на такой неспособен. Да, конечно. Он животных любимый считал, да, когда, панком был. Я ему даже рыбок оставлял пару дней, чтоб он их кормил. Он такой, Жека, я боюсь не справлюсь. Я, говорит, донесцы. Один раз покормишь в день и все. Так немного. И не хлебом. Вот те кормы в пакетике. Будет батон крошить туда, говорю, не надо. Ну, а так веселое, да, было время? Вот, да. Мы в карты играли под желания всякие. Ну и какие были? Я, Рэмбо и Вася еще был. Он в том доме живет. Он фанат Ази Осборна был. Ага. Собирались у Рэмбо втроем. И башили с дурака. Там нужно было, например, Рэмби было задание есть. Проиграешь, одеваешь белый медицинский халат. И выходишь... А, телефон такой надувной. Может помнишь? Да, да, да. Я даже на фотографии видел у Рэмбо такую фигню. Ну, это вот его и ей. Он выносил его. Мы говорим, ставишь на стол и будешь скорую на весь двор. Ну, он, короче, поставили на стол. Рэмбо подходит. Скорая. Скорая. Ага. Сам все время на измене. Чего он боялся, я так и не понял. Ну, что матери, пожалуйста. Сам вот такой. Раз схватил, убежал. Мне было на коньках выйти на улицу. На зимних коньках? Да. Выходил-то. Я, короче, как, я не дошел. Я встретил мальчика с отцом. Они смотрели на меня, особенно мальчик такой смотрит. Хотя нет, я вышел. Я дошел до стола. Ну и обратно. А коньки были малы конкретно. Маленькие конечки. А, ну это Рэмбина, наверное. Ну да. Он же там хоккей сыграл. Вот. И что? А. Ну что, что сказать? А мне было задание. Он сказал, иду за кедами. А. Я захожу. Рэмби позвонили пацаны какие-то из района. Из деревни какой-то. Ага. Виталик. Мы сейчас зайдем. О, давай. Давайте. Меня одел опять этот халат белый. Ага. Все время, наверное, этот белый халат. Ага. Зато ты же врач. Ха-ха-ха. Одел коньки эти. Они вот так вот. Я на цыпочках ходил. Ха-ха-ха. Вот. И, короче, заходят чуваки. Тут я. А я стоял, карауливал этажом повыше. Пока они зайдут к Рэмби. Чтоб, как бы, не означай, я зашел. В тканьках в халате. А. И я орла еще держал. Орел там. Деревянный. Вырезанный. Из дерева. Или олени. Развлекались. Олени. Олени. Олени деревянные. Вот. И они такие, знаешь, чуваки, сидят на меня такие. Посматривают. А ты сидишь, как ничего не было. Я сижу такой раз, закурил. Они такие, а сами на ноги такие, что это. Что это? Ха-ха-ха. Я потом говорю, чуваки, короче, вот зима начинается, а мне обуть нечего. Коньки мне вот отдали, они, говорю, мне малыш-то. А, ну мы привезем побольше, привезем. В следующий раз. Побольше коньки тебе. Ха-ха-ха. Нормально. А то, говорю, ходить не в чем вообще. Можно еще в лыжах было ходить. Ха-ха-ха. 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 Круто, Саш, круто. И все, они потом уехали. Вот такие вот игры в карты. Да. А, чуваку еще Жорику. Ты не помнишь Жорика? Этот Евгений Фагатович Рахимулин в паспорте. Русский, наверное. Русский. Ха-ха-ха-ха. Ему дали задание треуголку, ну шапку одеть и выйти вот и пройтись по двору. Ага. А там была... Все знали, что мы там думали, что мы наркоманы. Ага. Когда он вышел у этой шапки там, Жорик. Совсем охренели наркоманы. Ха-ха-ха. Он такой, идет Жорика. И навстречу Циба. Бруто. Он его увидел с треуголкой, с Циба. Раз такой. За угол. Как будто... Кого-то я его не знаю. Я его не знаю. А Жорик кричит, Циба! 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 Ну, короче, Циба свалил. Не стал себе здороваться. Да, нормальные такие развлечения у вас были. Потом что делали еще... Вот, знаешь, на Западе, там такие доска есть. По ней кладешь пальцы, треугольная хрень. Там буквы написаны, вот такие цифры. И чего? Ес, ноу. А, ну, 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 понял. И, значит, кладут пальцы. Выключают свет, спички. Да, да, да. Вот мы этим делаем. Доски у нас не было. Мы на вотном листе нарисовали. Ага. И духов вызывали. Вызывали, да. И тарелка реально едет. Я говорю, Ромба, ты что делаешь? Он, нет. Он потом, Вася, ты? Нет, ничего не делаю. А она такая отвечает. Там, например, да. Она на Д переезжает, потом на А. Ни хрена себе. Вот. Я такой, ни хрена себе. Потом, ну-ка, говорю, уберите пальцы. Они убирают, правда. Вот я один остался. И вот так убираю, убираю, убираю пальцы. Убрал. А она все ездит сама, представь. Ты ничего не употреблял? Ничего никто не употреблял. Мы тогда вообще не знали о таком. Ни хрена. Может попробуем на днях такую хуйню заморочить? Потом у меня полгода дома странности всякие были. Какие? То кресло скрипело, спать не давало. У кого-то у него кто-то садится. Знаешь? Ага. В Бармалея вызвали вы. Ну да. Я такой... Блин, ну сколько можно бояться? Я сейчас думаю возле кресла ляжу с полей. Не, 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 не Бармалея. Барбадук. 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 Бабадук. Во стену лезет как паук. Бабадук. Бабадук. Барбадук. Какой-то был. А цыба приходит такой. Свечи горят. Цыба такой смотрит, что... Ух ты! А как это он есть? Бьется. Да. А он тоже видел, да? Да. Он не играет, не участвовал. Ну как бы... Рэмбада мне эти... Мне эту игру, я родителям покажу. Мать его там, блядь, в ступор впало. Вызываю деда Кузьму там. Не, мы вызывали Толстого. Толстого? И Гоголя, по-моему. Там замучили уже этого Гоголя и Толстого. Все хотят вызывать, блядь, и Достоевского заодно. Да. И Раскольникова с топором. Ладно, понял. Толстого. Не организ癓н. Продолжение следует. У Eine... помните две, иếc палатой.